Началу соревнований предшествовало парусное дефиле. Крейсерские и спортивные яхты парадным строем проходили перед сотнями зрителей на Приморском бульваре. Кубок Крыма имеет историческую преемственность и проводится уже в 26-й раз, собирая яхтсменов из многих регионов России. Еще в 1989 году под руководством Ассоциации яхтсменов Черного моря впервые прошла регата среди всех крейсерских яхт Севастополя и Крыма. Знаменитая парусная гонка продолжает развиваться и привлекать все большее количество яхтсменов. В этом году участвуют более 35 крейсерских яхт. Не только крымские, но и из Новороссийска, Таганрога, Анапы, Сочи и Тольятти. Перед началом гонки с судейского судна расставляют финишные буи. Первая гонка очень динамичная. Она проходит на внутреннем и внешнем рейде Севастопольской бухты и занимает не больше часа. Это разминка перед основной частью соревнований. За минуту до старта все участники маневрируют как можно ближе к линии, чтобы быть первыми. В тесноте не поделили место две яхты класса Бавария 47. Пелагея подрезала и навалилась кормой на носовую часть Маргариты. Царапина на корпусе не самая большая беда. Хуже – потеря преимущества на старте. Рулевой Маргариты, хрупкая девушка Александра, делает все возможное, чтобы вырваться вперед. Времени для гонки осталось не так много. Участники проходят вдоль побережья Херсонеса-Таврического, огибают вешку и уходят обратно в сторону Севастопольской бухты. На такой яхте, на Баварии 47-й, намного интереснее гоняться за счет того, что тут она больше, скорость можно больше развивать и как бы интереснее с большими яхтами погоняться. Кубок Крыма – это великолепное соревнование. Мы его ждем весь год, готовимся к нему. Люди приезжают с разных городов. Это потрясающее событие, поэтому всех приглашаем на Кубок Крыма в 2017 году. Это мероприятие, которое притягивает все внимание. Плюс отличный способ неделю провести в июне, пока еще не начался большой туристический сезон. Я думаю, что за несколько лет удастся Севастополь превратить в центр яхтенного и туризма, и спорта в России. Внимание зрителей привлекает оранжевая спортивная яхта «Фантастика». Именно она стала победителем первой гонки регаты, пройдя дистанцию 5 миль всего за 45 минут. Это специальная яхта, построенная в Италии. Она только пришла специально на эти гонки. За рулем наш севастопольский воспитанник, мастер спорта международного класса, чемпион России в классе «Яхтфин», действующий чемпион этого года, член Олимпийской сборной России Алексей Борисов. То есть он очень быстро прошел свою дистанцию. Думаем, что будет такая конкуренция между тремя яхтами «Фантастика», «Ая», «Зубков», «Валерий», и еще одна яхта, которая может тоже побороться. 13 июня белоснежные парусники покинули Севастополь и начали гонку по маршруту «Артек», «Балаклава», «Донузлав», «Севастополь». За передвижением яхт можно следить на сайте «Марин Трафик». Здесь, например, видно, как они огибают Херсонесский полуостров. Во время регаты капитаны планируют принять участие в праздничных событиях, приуроченных ко дню рождения Международного детского центра «Артек». Мы стартуем гонку на «Артек», с «Артека» идем на «Балаклаву», «Балаклава», «Евпатория», следующий маршрут у нас «Евпатория-Донузлав» и «Донузлав-Севастополь». Протяженность регаты более 300 морских миль, то есть достаточно большой и напряженный маршрут предстоит провести участникам регаты. Это ряд ночных гонок, потому что два этапа у нас с протяженностью более 60 морских миль или 120 километров. Торжественная церемония закрытия и награждение победителей соревнований состоится 22 июня. Антон Пархоменко, Маргарита Пронина, Дмитрий Лилека, Севенфорумбюро.